для россии отражение вторжения высу в курскую область имеет меньшее значение чем продвижение войск на донбассе об этом пишет the new york times россия неделями не может отбросить украинские войска за свою границу более того во вторник ее военные заявили о попытках украинских войск прорваться и в белгородскую область по мнению западных официальных лиц и военных экспертов причина почему россии до сих пор не удалось отразить крупнейшее иностранное вторжение в ее страну со времен второй мировой войны проявляется не только в личном составе и отсутствие разведки на поле боя но и в приоритетах застегнутая врасплох наступлением на курск россия все еще более настроена на захват покровска на донбассе цель российского летнего наступления по крайней мере овладеть покровском сказал полковник маркус рейснер который курирует развитие сил в главной военной академии австрии в дипстай тем временем оценивают ситуацию на покровском направлении как критическую поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику в сузе под огневой контроль один из главных логистических путей об этом сказался учредитель и аналитик дипстейт роман погорелый в эфире киев 24 эту ситуацию на покровском направлении надо стабилизировать очень быстро потому что враг имеет огромное продвижение враг уже пробует заходить все лидово а это еще один немалый достаточно мощный населенный пункт откуда можно было удерживать врага в частности имеет там террикон две шахты и в целом промышленный город отметил погорелый аналитик добавил что сдерживание врага дается очень тяжело непосредственно бойцы прилагают максимально усилий которые делаю все возможно чтобы уничтожать врага к сожалению его там очень много сказал он они постепенно пробивают и на сегодня подошли очень близко к мир награду лезут покровскую кселидова который играет очень важную роль в логистике ситуация поэтому критическая покровский мир наград очень важные стратегические города потому что это определенные логистические пути и все кто едет на донбасс первую очередь еду через павлоград по трассе который идет на Покровске, потом в сторону Мирнограда, в сторону Константиновки, сказал эксперт. Он подчеркнул, что этот логистический путь уже потерян, потому что из Мирнограда Покровска на Константиновку дорога закрыта и она находится уже частично под огневым контролем врага. Сказать, что они этим перекроют полностью логистику нельзя, потому что есть там и другие пути, но это осложнение, добавил эксперт. Также Погорелый отметил, что Селидово – город, через который проходил логистику в сторону Курахова, и это был основной логистический путь туда. Теперь надо расширять другие для сообщения. Силы обороны Украины начали активно очищать небо от российских дронов-разведчиков, которые наводили огонь на позиции ВСУ и мирные населенные пункты. Найден эффективный метод борьбы против этой угрозы. Детали раскрыл у себя в телеграм-канале волонтер Сергей Стерненко. Несколько месяцев назад он открыл сбор на дроны-перехватчики российских Бопула. Данное оружие оказалось очень эффективным в борьбе с Орлан, Зала, Суперкам и прочими дронами в СРФ. Волонтер выложил в виде перехвата 115 вражеских дронов-разведчика в небе Украины с помощью перехватчиков. Они могли бы наводить Искандары, Кабы, но уже никому не навредят. Благодарю всех, кто донатит на дроны. Дальше будет только больше. Пообещал Стерненко. Как известно, силы специальных операций Украины успешно ликвидировали новейшую российскую систему РЭП Сапфир. И это вызвало острую реакцию среди ультрапатриотов. Не смог скрыть разочарование из этого инкора Алексей Живов. Особенно пропагандиста возмутило то, что Сапфир, предназначенный в том числе для борьбы с беспилотниками, был уничтожен именно дронами. Противник публикует весьма качественные объективные доказательства поражения одного из перспективных российских комплексов борьбы с беспилотниками Сапфир. Нюанс в том, что этот рэп предназначен для борьбы в том числе с FPV-дронами. При этом один беспилотник-разведчик его беспрепятственно снимает, а FPV уничтожает. Ну так себе результат. Возникает вопрос, как в принципе можно поразить FPV-дроном такой мощный рэп? Возмутился Z-Winecore. Живо пришел к выводу, что большие и очень дорогие системы рэп российского производства уязвимы. Они не способны защищать от дронов даже себя. Их выдают военным как панацея от всех бед, а они таковой не являются, заявил пропагандист. Государственная пропаганда Кремля продолжает угрожать Франции и Германии, заявляя о планах ввода своих войск на территорию крупнейших стран ЕС. Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире собственного ток-шоу на канале Россия-1 пытался напугать западных союзников Украины, но получил обратный эффект. Заявления Соловьева прозвучали странно на фоне военной операции украинской армии на территории Курской области. Дядя, ты новости вообще смотришь? У тебя уже в Курской области бои идут. Твое начальство сужу не может удержать. Какой военный контингент в Париже? Ты что, наркоман? Комментирует заявление Соловьева, телеграм-канал Сеятель Ветра. Пропагандисты тем временем рассуждают о якобы очень точных и избирательных ударах по инфраструктуре Украины. Якобы нанесены они так, что гражданские не остались без света. И Путин делает так, поскольку очень любит украинцев. Иначе бы, по словам пропагандистов, вместо страны был бы огромный кратер. Некоторые удары не нанесены, чтобы мирняк не остался уж совсем без электричества и прочего. А убьет, значит любит. Вот сюда подходит как никогда, потому что не любил бы Владимир Владимирович Украину. Там бы давно уже был кратер. Удивляет способность пропаганды даже самый бестолковый обстрел, когда били по жилым домам и обстреливали водохранилище, подать как невероятную ответку за Курск. Да еще и приукрасить сочувствием к украинцам. И ведь находятся идиоты, которые воспринимают эти бредни как истину. Но такой контент, конечно, рассчитан на умственно осталых. Очень точно комментирует сейтель ветра. Пожар на нефтебазе «Атлас» в Ростовской области, который сегодня атаковали дроны, не утихает и перекинулся на новые резервуары. Немного ранее осеньтеры из «Киберборушно» выложили спутниковые снимки. Там видно, что точно сгорело два резервуара и за дымом не видно, какое состояние у третьего. Возможно, повторяется ситуация, как и в Пролетарске. В России на Рязанской грязь прогремел взрыв, после чего на объекте начался пожар. Свидетелями происшествия стали двое россиян, которые сняли пожар и задымление на камеры своих мобильных телефонов. Рязанская грязь находится в 440 километрах от украинской границы и в 80 километрах к югу от областного центра Рязани. На самой станции утверждают, что на объекте произошло нарушение технологического процесса, который стало причиной задымления. Профильные российские форумы обсуждают историю о том, что во время операции в СУ в Курской области один из К-52 армейской авиации РФ атаковал колонну своих же войск. Как известно, этот эпизод «Friendly Fire» российская пропаганда сначала выдала за удар по колонне в СУ. Но когда стала известна реальная картина, то было объявлено, что пилот этого К-52 работал под хмельком. И что он сам добровольно попросился на фронт пехотинцам, чтобы, так сказать, кровью искупить вино. Как размышляют здесь авторы польского «Defense-24», российской пропаганде, особенно после эпического разгрома войск РФ возле Октябрьского на Курщине нашими хаймарсами, крайне требовалась хоть какая-то победа. Поэтому они и вцепились в кадры с атакой российского К-52 на неизвестную колонну, которая сначала была заявлена как «подразделение ВСУ». Но затем оказалось, что удар был нанесен по двум грузовикам и двум САУМ-100С армии РФ. В «Defense-Express» подчеркиваю, что любые данные, даже циркулирующие в состоянии врага слухи, нужно всегда подвергать критическому анализу. Тем более, что даже такие данные могут наглядно говорить о положении дел у оккупантов. Начнем с того, что здесь версия о том, что пилот российского К-52 был под хмельком. Это может быть на самом деле прикрытием для оккупантов, чтобы не признавать две свои базовые проблемы. Первая из них, как говорят эти кадры, бортовая аппаратура на К-52 в принципе не может дать достаточно качественное изображение, чтобы экипаж машины мог четко идентифицировать цели. Вторая. Судя по всему, на уровне штабных структур войска РФ до сих пор испытывают проблемы со сбором данных, которые должны давать ситуационную осведомленность на всех уровнях управления, в частности, для передачи целеуказания экипажам армейской авиации. Еще один довольно показательный момент заключается, собственно, в таком биографическом моменте. Пилот признал, что был под хмельком и сам попросился на фронт. Это может показывать то, как сейчас у российских оккупантов может жестко работать система наказаний. Ибо, судя по всему, когда российское командование давало ход этой истории с отправкой вертолетчика пехотинцам на фронт, то оно явно руководствовалось намерением жесточайше наказать, чем подумать о сохранении дефицитных кадров, отмечают в Defense Express. Белорусские генералы продолжают инспектировать группировку в приграничии с Украиной. По информации белорусский Гаюн, 27 августа с аэродрома Мочулищ и вертолет Ми-8 в ВСРБ летал на аэродром Зябровка. Вертолет доставлял начальника вооружения ВСРБ Андрея Фединой, командующего ССО Вадима Денисенко, в район средоточения 103-й воздушно-десантной бригады. Сообщалось, что военные, цитирую, оценили готовность подразделений к защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также обратили внимание на адаптацию техники под современный стиль боевых действий. Среди прочего военным показали противодронную и противокумулятивную защиту, проще говоря, мангал, установленную на БТР-80. Это уже не первая инспекция чиновников с генеральскими погонами украинского пограничья. Так, 20 августа командующий ССО Вадим Денисенко прилетал в Житковический район и на аэродром Зябровка. А 22 августа Денисенко проводил инспекцию уже в компании госсекретаря совбеза Александра Вольфовича. Примечательно, что еще 10 августа Лукашенко заявлял о намерении лично разобраться с неспокойной ситуацией на границе с Украиной. Однако на практике свое намерение пока не реализовал. И к военным в Гомельскую область он тоже не приезжал. Как отмечает белорусский ГАЮ на 23 августа, численность переброшенной группировки ВСРБ в Гомельскую область составляла примерно 1100 человек личного состава. Это минимальная и подтвержденная численность войск. Количество переброшенных границ и сил не несет военной угрозы для Украины, говорится в сообщении. Турция выступила с предложением в адрес США, выразив готовность отказаться от российских систем ПВО А-400 ради возможности купить у Вашингтона новейшие истребители F-35. Об этом пишут турецкие СМИ ссылаясь на информацию от конфиденциальных источников в турецких властях. Сделка еще раз ставит под удар репутацию России как экспортера оружия, поскольку показывает, что Анкара готова отказаться от уже купленных российских систем ради доступа к американскому оружию. Турции необходимы американские истребители для получения превосходства над авиацией Греции, с которой у Анкары долгая история конфликтов. Согласно поступающей информации, Турция обратилась к американцам с предложением, суть которого заключается в отказе от использования российской системы противовоздушной обороны, чтобы получить возможность приобрести истребители нового поколения. Таким образом, Турция не станет активировать купленную у российской стороны систему А-400, за которую была заплачена сумма в 2,5 миллиардов долларов. Примечательно, что системы так и не были развернуты и до сих пор законсервированы на турецких складах. Контракт на поставку между Арафией и Турцией был заключен 7 лет назад. Тогда США устроили скандал, предъявив партнеру по НАТО претензии. Высоко поставленный представитель государственного департамента фактически подтвердил информацию журналистов, заявив, что условия покупки новейших американских истребителей Турции хорошо известны. Как стало известно, Форбс, гендиректор и основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров, арестованный во Франции, также является подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Дело было возбуждено его бывшей партнершей Ириной Болгар, которая утверждает, что у нее трое детей от миллиардера. В уголовном иске в Женеве, поданном в марте прошлого года, утверждается, что Дуров применил физическое насилие к одному из троих детей. Вскоре после этого Болгар подала гражданский иск об опеке над ребенком. Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что Дуров перестал выплачивать ей 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов, говорится в судебных документах. Женевский суд изначально отказался принять уголовный иск против Дурова. В мае прошлого года Болгар подала апелляцию и в октябре прошлого года суд разрешил продолжить рассмотрение дела. В деле, который, по словам представителя суда Женевы, продолжается, утверждается, что Дуров нанес вред своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года, пять раз в период с 2021 по 2022 год. Инциденты предположительно привели к травмам, включая сотрясение мозга и нарушение сна. В качестве доказательств были представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинская справка от апреля прошлого года, подтверждающая, что ребенок продолжал страдать от тревожности и имел проблемы со сном из-за насилия. Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что Болгар и ее трое участвуют в гражданском деле, но отказался комментировать уголовный иск.